В субботу в рамках единого дня голосования в Люберецком дворце культуры состоялись выборы в новый состав окружной общественной палаты. О результате и ходе события в нашем следующем сюжете. Пётр Ульянов возглавляет общественную палату Люберецкого района с 2014 года. По его словам, эта работа была трудной, но одновременно интересной и продуктивной. День единого голосования Пётр Михайлович сделал свой выбор. Поставил галочки рядом с фамилиями тех, кто, по его мнению, будут делать жизнь в городском округе лучше. У нас подбирается разноплановый состав. Проходили общественные обсуждения. Обсуждение кандидатов было четыре дня. Я на них присутствовал. И хочу сказать, что я, во-первых, голосую за те, с кем работал. А также есть новые люди, которые уже посмотрели, как работает общественная палата и хотят преподнести что-то новое. В общественной палате городского округа должны быть неравнодушные жители и представители различных сфер. Так считает Владимир Ружицкий. Он тоже проголосовал в этот день. Руководитель муниципалитета уверен, что взаимодействие общественников и власти необходимо. То есть это некий институт, который позволяет жителям доносить свои идеи, свои мысли, какие-то свои видения развития. Поэтому это один из таких хороших институтов гражданского общества. Голосование за кандидатов в новый состав общественной палаты городского округа Люберцы прошло по рейтинговой системе. Жители муниципалитета могли выбрать в бюллетене от одного до сорокапяти кандидатов. Однако окончательный список сформируют, опираясь не только на мнение люберчан. Одна треть у нас сформируется губернатором Московской области Андреющим Воробьевым. Одна треть советом депутатов городского округа Люберцы. И оставшиеся 15 человек у нас сформируется общественная палата Московской области. Выдвинуто у нас всего 134 кандидата. В состав палаты должно войти 45 человек. То есть конкурс на место составляет 3 человека на одного члена общественной палаты. Подсчёт голосов будет производиться в общественной палате Подмосковья. После выборов будет проведён отбор и утверждение членов общественных палат. Окончательные списки нового состава будут известны в начале июня.